Добрый день! Сегодня на портале Экзегет мы будем рассматривать библейскую книгу Руфь. Книга Руфь – одна из немногих книг в библейском каноне, которая носит женское имя. Мы можем с вами вспомнить также книгу «Изфирь», книгу «Иудивь». Из 50 книг, которые входят в Синодальную Библию, это действительно три книги, которые носят женские имена, и в этом их уникальность. Книга Руфь входит в раздел исторических книг. Если мы откроем Священное Писание, то мы увидим, что она занимает место между книгами Судей и между книгами Царств. И в самой книге Руфь есть указания на время, в которое происходили те события, которые описаны в этой книге. Здесь, в первом стихе этой книги, в первой главе, мы читаем «в те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле». То есть, это эпоха правления судей. Как мы помним, эпоха правления судей началась сразу после смерти Иисуса Навина, то есть, после заселения израильтян в земле Ханаан. А завершилась эпоха судей уже в эпоху, когда был избран и помазан на царство первый израильский царь Саул. Есть разные точки зрения относительно длительности правления судей. В любом случае, мы можем говорить о том, что их правление приходится на XIII, XII, XI век до Рождества Христова. Если мы обратимся к предшествующей книге, книге судей, то мы увидим, что судьи израилевы были людьми, которые происходили из разных колен, на которых пребывал Дух Божий, и они не столько выполняли какое-то юридическое служение в плане, чтобы судить народ, сколько они представляются такими избавителями, защитниками народа от внешней опасности, когда израильтянам угрожали окружающие их языческие соседние народы. И вот, читая книгу судей, мы видим, что там происходят многочисленные нарушения и нравственного закона, и религиозного закона. Как справедливо сказал Сергей Сергеевич Аверинцев, это эпоха религиозного одичания Израиля, и это эпоха раздробленности Израиля. Мы видим, что в это время, действительно, когда израильтянам угрожают внешние враги, у них не получается объединиться под одним началом, собраться, чтобы вместе, совместно выступить против внешних врагов. И в завершении книги судей мы видим, автор пытается, вернее, не пытается, он даёт следующее объяснение тем нарушениям многочисленным, с которыми мы встречаемся в этой книге. Он говорит, в те дни не было царя в Израиле, и каждый делал то, что считал справедливым. И вот, после описания этих событий, как я сказал, которые были исполнены различных нарушений и отклонений от закона, мы открываем следующую книгу и читаем, что в те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. Мы могли бы ожидать, что здесь будет продолжение той же самой истории, что мы вновь увидим какое-то предательство со стороны людей по отношению друг к другу, какую-то хитрость, коварство или нарушение религиозных правил. Что же мы видим на страницах книги Руфи? Здесь рассказывается о том, что в городе Вифлеем, в колене Иудином, говорится в этой книге, проживала семья, небольшая семья, состоящая из главы Елемелеха, его супруги на имене, и двух сыновей, Махлона и Хелиона. И дальше повествуется о том, что в Вифлееме случился голод. В этом, конечно, можно усмотреть некоторую парадоксальную ситуацию, потому что те, кто знакомы с библейским текстом, помнят, что город Вифлеем переводится как «дом хлеба», и поэтому когда священный автор сообщает о том, что в доме хлеба случился голод, звучит несколько парадоксально. Но если мы с вами обратимся к предшествующей истории, то мы увидим, что и Авраам в момент голода был вынужден переселиться в Египет, и Иаков вместе со всем большим своим семейством был также по причине голода вынужден переселиться к своему сыну Иосифу. Поэтому всё-таки неурожайные годы, как мы знаем из священной истории, случались, и тогда семья, глава семьи вставал перед выбором. Выбор, куда же переселиться. Чаще всего на какое-то время, пока не закончится голод, чаще всего переселялись в хлебный Египет. Но здесь глава семьи поступил иначе, он переселяется в Маав. Что это за территория Маав? Если мы посмотрим на карту Израиля, то мы увидим, что маавитяне жили на противоположной стороне от города Иерихона, то есть на противоположной стороне Иордана, на левом берегу течения Иордана. Маавитяне – потомки, как мы помним, которые произошли от кровосмесительной связи дочерей Лотос с их отцом. И, как мы помним, в результате этого родились Муав и Омон. И вот что же нам ещё известно об этом народе? Нам известно то, что они препятствовали вхождению израильтян в землю обетованную. Когда израильтяне просили их, чтобы они пропустили их пройти через их территорию, то маавитский царь, которого звали Валаак, нанял волхва Валаама с тем, чтобы проклясть Израиль. Но, как мы помним из истории книги «Чисел», вместо проклятия по Божьему велению Валаам произносит не проклятие, а произносит благословение на израильтян. И тем не менее, по совету Валаама, всё же маавитянам удалось ослабить израильтян, потому что они подучили своих женщин-муавитянок с тем, чтобы они соблазнили на разврат израильтян, и те, вступив с ними в связь и начав поклоняться их Богу, вызвали гнев Божий. И вот эти события, они послужили, исторические события, описанные в книге «Чисел», они послужили появлению в законе Моисеевом следующего правила. Второзаконие 23, глава 3 стих. «Амманитянин и маавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, и Спифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя, не желая мира и благополучия во все дни твои вовеки». Конечно, учитывая вот такое правило закона, выбор главы семейства, ну и, видимо, так сказать, ну, может быть, и совместность с наименью, может, конечно, удивить. Получается, что эта семья переселилась к народу, который, так скажем, враждебен Израилю, и с которым лучше бы, так сказать, не иметь контактов. Вот. Тем более, как мы помним из предшествующих историй, очень часто переселение какого-то патриарха, да, оно было связано непосредственно с откровением воли Божьей, что Господь давал благословение на то или иное переселение. Здесь об этом ничего не сказано, и поэтому можем сказать о том, что выбор именно Муава – это личный выбор Елемелеха, за который он лично несёт полную ответственность, выбор его, так сказать, семьи. Что же мы читаем дальше? Дальше мы видим то, что спустя какое-то время умирает Елемелех. Видимо, его взрослые сыновья Махлон и Хелион решают вступить в брак, и вступают в брак они с муавитянками, что также является, конечно, нарушением закона, потому что мы помним, что в законе Моисеевам сказано, что израильтяне не должны вступать в смешанные браки, они должны совершать браки внутри самого Израиля, даже ещё чётче, да, внутри, так сказать, тех колен, на территории которых они проживают, и поэтому это было таким отступлением от закона. И они вступили в брак с муавитянками, и священный автор нам называет имена этих двух женщин. Одну женщину зовут Руфь, как мы видим, да, она носит как раз, книга Руфь носит имя этой женщины-муавитянки, а вторую женщину зовут Орфа. И вот проходит ещё какое-то время, вот, умирают Махлон и Хелион, и Наиминь, да, свекровь, остаётся вместе с двумя снохами, с двумя мавитянками, Руфью и Орфой. И Наиминь узнаёт о том, что в Вифлееме голод прекратился, что Господь посетил свою землю, вот, что теперь уже пришло время, да, так сказать, вернуться на свою родину, и, видимо, за эти годы, достаточно длительное время они прожили в Муаве, да, она уже, видимо, её, так сказать, вот, тянула вернуться, так сказать, на свою родину, поэтому она об этом говорит своим снохам, о том, что вот она собирается идти в Вифлеем и предлагает им вернуться к своему народу, потому что это ещё молодые вдовы, она хотела бы, чтобы они устроили свою жизнь, она понимает, что если они пойдут вместе с ней, то, конечно, им будет совершенно непросто, так сказать, вот, войти в этот новый народ, а эти женщины очень сильно привязались к Наимине, очень сильно привязались к своей свекрови и не хотят с ней расставаться, буквально до слёз. И всё же после долгих уговоров Орфа делает свой выбор, она уходит к своему народу, а Оруф произносит знаменитое исповедание, которое, так скажем, решает вот этот спор с Наименью, да, вот, она говорит следующее, я зачитаю это из самого текста, «Но Руф сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдёшь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить, народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом, и где ты умрёшь, там и я умру, и погребена буду, пусть то и то сделает мне Господь, и ещё больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобою». И вот после этого, так сказать, после этих слов, которые, безусловно, можно назвать исповеданием, потому что она произносит слова очень важные, «твой Бог», «мой Бог», «твой народ», «мой народ», Наимень соглашается, соглашается взять с собой Руф, они отправляются в Вифлеем, вот, и когда они приходят в Вифлеем, то соседки, соседки Наимени, да, они радуются возвращению их, ну, наверное, подруги, да, вот, которые они помнят ещё, так сказать, да, с давних времён, и они радуются тому, что вот Наимень наконец вернулась, они говорят, вот, Наимень вернулась, на что Наимень им отвечает, что не зовите меня Наименью, а зовите меня Марра. Здесь, конечно, нужно опять обратиться к этимологии еврейских слов. Наимень с еврейского переводится как услада, сладость, вот, а Марра переводится как горечь, поэтому была она, так скажем, если совсем по-простому, сладкой, а вернулась она горькой. Мы помним из пяти книжек Моисеева воды Мерры, которые невозможно было пить израильтянам, когда они находились в пустыне, да, вот, Мерра – это горечь. Почему же она так говорит? Она поясняет, что я вышла полная, а возвращаюсь я пустая. Она вышла с мужем, с двумя сыновьями, а возвращается она с одной снохой. Вот, и дальше комментатор для нас указывает время, когда вернулась домой, вернулась Наимень. Она вернулась во время начала, начала жатвы Ячменя. Конечно, нам, как жителям, так сказать, вот, среднерусской полосы сложно представить, когда в Израиле происходит начало жатвы Ячменя, у нас совершенно другой, так сказать, сельскохозяйственный цикл, но, так сказать, это важное примечание, которое нам ещё позже мы об этом поговорим. И что же происходит дальше? А дальше, видимо, женщины эти бедствуют, потому что они полей не засеивали, они нуждаются в хлебе, и Наимень, видимо, как человек уже пожилой, вынуждены искать помощи у Руфи. Руфь отправляется на поля, там, где происходит жатва, и собирает зерно для того, чтобы прокормить себя и прокормить свою свекровь. И здесь уместно, так сказать, привести ещё один интересный закон из пяти книжек Моисеева, это книга Левит, 23 глава, 22 стих. Вот такое повеление даёт Господь израильтянам. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнёшь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это, я Господь Бог ваш». Вот такое удивительное проявление милосердия, милосердия, заботы о пришельцах. На иврите пришелец – это гер, то есть человек, который пришёл из другого народа. И вот закон Моисеев заботится об этом человеке, чтобы этот человек не умер с голода. Люди, имеющие свои поля, имеющие свои наделы, собирая зерно с них, должны оставить определённую часть поля нежатым с тем, чтобы вот этот бедный человек мог прийти и хотя бы прокормить себя, дать ему возможность не умереть с голода. И вот руководствуясь этим законом, Руфь приходит на поля, собирает зерно для себя, для Наимини, и через какое-то время она оказывается на поле, принадлежащем некому господину по имени Воос. И во время, так сказать, сбора урожая, когда Руфь собирает зерно, Воос появляется на поле, он видит незнакомку, молодую женщину, комментаторы предполагают, что Руфь была достаточно красива, спрашивает у своих жнецов, что это за женщина, откуда она здесь появилась, они ему рассказывают о том, что вот это Руфь, мавитянка, она пришла, так сказать, вот с полей Моава вместе с Наиминию, вот, и тогда Воос знакомится с Руфью, вот, он слышал эту историю, кроме того, оказывается, Воос родственник мужу, ну, мужа наименее Елемелеху, и, естественно, так сказать, его сыновья Махлону, Хелиону, вот, именно степень родства, да, в котором находится Воос по отношению к Елемелеху, священным авторам не уточняется, но, познакомившись с Руфью, Воос хвалит её за её поступок, он понимает, что Руфь, безусловно, проявила удивительную заботу, она оставила свой народ, пошла со свекровью в дальнюю страну, ну, не в дальнюю страну, но, тем не менее, в другую страну, да, так сказать, вот, перешла в другую культуру, вот, всё это от этой женщины, конечно, потребовало определённых усилий и, может быть, даже, так скажем, определённой жертвой, поэтому он хвалит её за её поступок, вот, и говорит, приходи завтра и послезавтра на поле, да, я скажу, чтобы тебя никто не обижал, вот, а своим, так сказать, женицам, говорит о том, чтобы Руфь могла свободно, так сказать, пользоваться водой, пищей и даже, чтобы женицы время от времени подбрасывали, так сказать, ей ещё там дополнительно, вот, возможность, так сказать, собрать дополнительное зерно. Так произошло знакомство Руфи и с Ваозом. Руфь возвращается с поля, наверное, она вернулась довольной, потому что от самого господина она получила разрешение собирать на этом поле, делится своими впечатлениями с Наименью, вот, и здесь, наверное, нужно сказать, что для читающего этого книгу видно, что Руфь полностью доверяет Наимине, она, так сказать, рассказывает ей, вот, все события своей жизни, то есть между этими двумя женщинами, да, неродными по крови установилось такое удивительное, так сказать, взаимопонимание. И вот Наименья говорит, а ты знаешь, на самом деле Ваоз наш родственник, то есть она знает этого человека, она, так сказать, о нём помнит, и вот практически, да, может быть, в тот же день она даёт Руфи такой неожиданный совет, что вот Руфь должна сменить свою одежду такую будничную, да, умыться, как-то, так сказать, по-особенному нарядиться, вот, и прийти ночью на то место, где обмолачивают зерно, это место, так сказать, для городского жителя, конечно, сейчас это слово нам не знакомо, называлось в древности словом гумно, вот, найти место, где ночует Ваоз, открыть у его ног и лечь, так сказать, вот у его ног, а дальше он тебе скажет, да, что тебе делать. Вот, конечно, совет, так скажем, для современного человека такой ошеломляющий, вот, но Руфь полностью доверяет, доверяет Наимине, мы делаем это заключение, потому что она соглашается всё это сделать, вот, и отправляется на поле ночью, действительно находит место, где спит Ваоз, ложится у его ног, и когда вдруг посреди ночи Ваоз понимает, что у него в ногах кто-то находится, видит, что это женщина, может быть, в темноте ещё, так сказать, её не различает, и спрашивает, кто она, то Руфь ему на это отвечает, что она Руфь, мавитянка, и говорит на иврите, она его называет словом гаэль, ты, в синодальном переводе это слово переводится словом родственник, ты, родственник, простри крыло на рабу твою, и тогда Ваоз понимает, что эта женщина пришла к нему ночью не для каких-то, так скажем, не с какими-то дурными намерениями, вот, а она пришла к нему согласно закону, который, так сказать, существовал в Израиле, об этом законе говорится в книге Второзакония, в 25 главе, и здесь сказано следующее, если братья живут вместе, и один из них умрёт, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь её должен войти к ней и взять её в себе в жену, и жить с нею, и первенец, которого она родит, останется с именем брата его, умершего, чтобы им его не изгладилось в Израиле. Вот такой закон. Мы помним с вами, что этот закон в славянской традиции называется законом ужичества, от славянского слова ужик, что значит родственник, вот, именно что женщина должна была прийти к родственнику мужа, да, вот, а вдова, да, вдова, не имеющая, так сказать, детей. А согласно вот западной латинской традиции, этот закон называется законом Ливерата. И Руф в данном случае, видимо, так сказать, с подачи на имени руководствовалась вот этим, так сказать, вот этим правилом. Неизвестно, был ли у мавитян подобный закон, возможно, так сказать, он мог быть у каких-то соседних народов также, вот, здесь мы уже можем строить только какие-то догадки. Вот, и Ваос хвалит её за её поступок, говорит, что она поступила хорошо, даже она сделала ещё большее добро, да, так сказать, чем то, что она вот позаботилась о, так сказать, о на имени, вот, и насыпает ей шесть мер ячменя, вот, и предлагает ей вернуться домой, вот, говорит о том, что он и рад бы исполнить этот закон, но на самом деле есть родственник, есть Гоэль, который ближе по родству, да, который, так скажем, больше имеет право на то, чтобы, так сказать, взять к себе Руфь, вот, и что Ваос должен сначала с ним это дело уладить, и только после этого, если тот родственник откажется, он может взять её себе в жёны. Руфь, довольная, возвращается к Наимине, рассказывает обо всём, что с ней произошло, вот, и Наиминь говорит, что давай подождём, потому что этот человек не успокоится, прежде чем он не решит, так сказать, вот, дело. И дальше рассказывается о том, как на следующий день Ваос, Аруфь ушла ещё в темноте, так что, так сказать, никто не видел, чтобы никакое-то дурное подозрение не пало ни на Ваоза, ни на Руфь, так сказать, оба они в эту ночь себя вели, так сказать, целомудренны, в этом, так сказать, в этом не остаётся никаких сомнений, вот, и Ваос приходит к воротам города, где собираются старейшины, встречает другого родственника, вот, и при, так сказать, видимо, здесь тоже вступает в силу некий обычай, вот, ветхозаветный, при наличии десяти свидетелей, предлагает этому человеку купить поле у наимения, то есть, поскольку все мужчины в этой семье умерли, женщины эти поля обрабатывать не могут, то вот ближайший родственник, да, Гоэль, он должен был выкупить это поле, да, так сказать, ну, с тем, чтобы эти вдовы могли, так сказать, вот, жить на эти деньги, да, и уже заниматься их обрабатыванием, и, в принципе, ещё одна особенность, что Священное Писание не называет нам даже имени этого человека, и здесь тоже следует обратить внимание, вот, иногда описываются какие-то действия в Священном Писании, и в одних случаях мы знаем имя человека, который совершает то или иное действие, а в других случаях он остаётся инкогнитой, и здесь, ну, тоже такой вот авторский приём, может быть, какое-то, оставить этого человека в тени, вот, даже автор, священный, автор не удостаивает, так сказать, того, чтобы назвать его имя, вот, и этот человек говорит, что он не против купить поле, да, принадлежащее, так сказать, вот, умершему Елемелеху, его детям, но тогда Ваос предлагает, что он должен взять в свой дом има, витянку, руфь, и в этом случае этот человек оказывается озадаченным, он понимает, что он должен принять к себе в дом женщину-иноплеменницу, что она молодая вдова, что если, так сказать, вступив с ней в брак, да, согласно закону Ливерата, у него родится сын, и этот сын не будет носить его имени, а будет носить имя, вот, умершего мужа Руфи Махлона, всё это, так сказать, ну, так скажем, брак с иноплеменницей, это тоже для израильтянина, как мы понимаем, согласно закону Моисея, его, так сказать, не лучший выбор, вот, и поэтому он отказывается, он говорит, а этого сделать я не могу, иначе я расстрою свой дом, не уточняется, так сказать, причиной вот, его отказа, но выполнять он этого не хочет, вот, и в таком случае он передаёт право на, так сказать, совершение вот этого выкупа поля и на вступление в брак с Руфью, передаёт право это в ООЗу, и совершается определённый интересный обряд, он снимает со своей ноги сапог и передаёт его в ООЗу, может быть, об этом стоит тоже прочитать в Священном Писании, то есть, тем самым он отказывается от владения, от владения землёй, которая, да, принадлежит вот этой вдове. Здесь, опять же, мы обращаемся к книге Второзаконник, двадцать пятой главе, здесь в продолжении закона Ливерата описывается обряд, который называется в еврейской традиции халица, то есть, если человек отказывается вот выполнить свой долг, да, если Гаэля отказывается выполнить свой долг по отношению вот к умершему родственнику, здесь сказано, если же он не захочет взять невеску свою, то невеска его пойдёт к воротам, к старейшинам и скажет, деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне, тогда старейшины города его должны призвать и уговаривать его, если он встанет и скажет, не хочу взять её, тогда невеска пусть пойдёт к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лицо его и скажет, так поступает человеком, который не созидает дома брата своему у Израиля и нарекут ему имя в Израиле дом Разутова, то есть, конечно, такой поступок осуждался в Израиле, то есть, человек всё-таки являясь родственником, он всё-таки так скажем, должен был бы выполнить свой долг, а он от этого отказывается, конечно, здесь, читая книгу Руф, есть определённые нюансы, потому что вот этот сапог снимался вот этой женщиной, а здесь это происходит несколько иначе, но тем не менее связь того, что происходит в книге Руф между Ваозом и этим родственником, конечно, она, так сказать, восходит вот к этому закону Ливерата и к этому, так сказать, вот обряду, который называется отказа, так сказать, выполнить свой долг родственника. И после этого Ваоз, сказано, женится на Руфе, вот, и в результате этого брака рождается первенец, да, который носит имя вот умершего сына Наимине Махлона, вот, да, и Наиминь становится вот такой нянькой своего внука, да, и соседки и Наиминь также радуются вот появлению у Наимине Внука и всячески хвалят Руфь, что Руфь для тебя дороже семи сыновей. Ну, вдумаемся в эту похвалу, да, то, что семь в еврейской традиции, в библейской традиции это число полноты, и вот оказывается Руфь чужестранка, мавитянка из презренного народа, да, и она оказывается лучше, чем семь живых сыновей. Ну, здесь тем самым вот подчёркивается всячески то, что действительно Руфь такая исключительная, так сказать, достойная женщина. И практически мы видим завершение вот этой истории. Вот, завершается она, эта история подробным описанием родословия. Родословие это начинается с сына, сына Иуды с Фореса. Форес родил Ясрома, Ясром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наосона, Наосон родил Салмона, Салмон родил Ваоза, Ваоз родил Авида, Авид родил Исей, Исей родил Давида. И вот, прочитав это родословие, мы понимаем, почему создатели греческого перевода Священного Писания включили, так сказать, вот такое место нашли для книги Руфь, поставили её между книгой Судей и между книгами Царств. Дело в том, что если мы с вами обратимся к еврейскому тексту, то в еврейском тексте Библии эта книга входит в раздел, который называется Кетувим, Писание, А книга Судей и книги Царств входит в другой раздел Священного Писания, который называется Ранние Пророки. То есть, книга Руфь занимает принципиально другое положение в еврейской Библии. И то, что она в греческом переводе Священного Писания помещена между книгами Судей и между книгами Царств, как раз это был выбор, видимо, тех, кто создавали канун греческой Библии. И здесь она помещена очень уместно. Потому что, начиная родословие с Фареса, мы попадаем, мы оказываемся на странице книги Бытия. А заканчивая это родословие царём Давидом, мы оказываемся на странице книги, первой книги Царств. То есть, таким образом, это родословие, которое содержит имена десяти поколений после Фареса, она связывает книгу Бытия и связывает книгу Царств. Таким образом, эта книга становится таким замечательным введением в следующие исторические книги, которые нам повествуют о первых израильских царях, о Сауле, прежде всего, Давиде, потому что Руф является праматерью Давида. И, безусловно, справедливо то, что современные исследователи называют эту книгу жемчужиной, потому что если мы посмотрим на книгу Судей, то мы увидим то, что, как я говорил, там многочисленные нарушения и отступления от закона, часто кровопролитие. А книга Руфь – удивительно мирная книга, здесь ничего не говорится о каком-то насилии человека одного над другим и не говорится о каких-то ну так скажем вот таких вопиющих нарушения закона, хотя, конечно, вот говоря о сыновьях Елемелеха Махлоне и Хелионе, которые вступили в брак с иноплеменницами, конечно, они поступили не по закону, но совершенно очевидно, что эта книга совершенно другого характера и другого содержания, чем книги судей. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. с иноплеменцем, Продолжение следует...